Инициатива ЭКО-АСАР, марафон добрых дел, продолжена. Сегодня мы находимся в книгном магазине АБА, в котором непосредственно представители детских садов собирают книги для своих учеников. За период акции с 10 ноября по 20 декабря было собрано свыше 24 тонн, 1000 тонн твердобытовых отходов, и в котором приняло участие свыше 160 тысяч детей и родителей. У нас активным участником были вот такие организации, как поликлиника Шипогер, супермаркет Анвар, типография Шакена Айманова. Данные организации – это наши родители. Они, поняв задачу этого ЭКО-АСАР, затем это все мы на приобретенные килограммы, макулатуры, мы сможем взять, приобрести в магазине, в данном случае в магазине АБАЙ, детские книги, книги для наших детей. И на протяжении всего периода акций были организованы три конкурса – лучший лайфхак, эко-шерша и лучшие эко-игры из ТБО. Значит, данный конкурс был организован Центром модернизации управления образованием при поддержке Акимата города Нур-Султан. ТО «Оператор РОП» проведены данные конкурсы. Что нам дает ЭКО-АСАР? ЭКО-АСАР дает в первую очередь такое понятие, как беречь природу, любить ее, ценить ее. И мы все знаем, что сейчас такое положение, все жители планеты знают, что очень много экологических проблем. Поэтому для решения этих экологических проблем необходимо с раннего детства возраста прививать эту любовь и понимание того, что природа нам очень ценна. Поэтому наш детский сад и вообще детские сады города Астаны работают в этом направлении, экологическом направлении. Наш детский сад принимает активное участие в акциях ЭКО-АСАР, ЭКО-АСАР-2-Пластик. И мы являемся победителями акции ЭКО-АСАР. Поэтому хочется сказать большое спасибо в первую очередь организации, организаторам этой акции ЭКО-АСАР, «Оператор РОП», Центру модернизации, Управлению образованием и, конечно, нашим родителям, которые принимали активное участие в этой акции. И благодаря родителям мы достигли таких результатов. Как можете видеть, подобные сказки уже завтра попадут на парты учеников дошкольных организаций. И кто бы мог подумать, что простая инициатива по сбору ТБО позволит перерасти в такой большой марафон, которым принялось выше 160 тысяч детей. Здесь включены два взаимосвязанных элемента. Это как бережное отношение к природе и продвижение общественного чтения непосредственно в дошкольных организациях. Ну, а сегодня у нас все. С вами была команда Green Patrol. Смотрите на следующем выпуске.